МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложно представить себе весну без отдыха на природе. Яркое солнце, расцветающая листва. Но без ложки дёгтя не обойтись. О том, какие опасности подстерегают нас в переходный период весна-лето, мы и поговорим сегодня. В эфире программа «Про всё». Здравствуйте! Никто сегодня не застрахован от болезни, но медицина не стоит на месте. И современные специалисты готовы оказать помощь в короткий срок. Не секрет, что современный человек по причине ритма своей жизни уделяет мало внимания своему здоровью. А между тем, давно доказано, что только современная диагностика позволяет выявить различные заболевания ещё на ранней стадии. От точности диагноза напрямую зависят план лечения, сроки выздоровления и даже потраченные средства. Поэтому при выборе медицинского центра стоит обратить внимание на качество оборудования и уровень квалификации специалистов. Сегодня медицина сделала огромный шаг вперёд. Благодаря внедрению новых технологий, врачи способны поставить точный диагноз в кратчайшие сроки. В медицинском центре Асклепи установлено современное оборудование, которое в совокупности с профессионализмом докторов даёт возможность проводить обследование по нормам международных стандартов. Именно благодаря таким современным технологиям имеется возможность оперативно поставить точный диагноз пациенту и на самых ранних стадиях предупредить развитие заболеваний. Рак молочной железы является огромной и серьёзной проблемой не только у нас, но и в мире. В нашем кабинете установлен современный цифровой маммограф. Кроме этого, в этом же кабинете стоит аппарат УЗИ. Такой комплексный поход, одновременное, одномоментное обследование на маммографе и на УЗИ позволяет более точно и более качественно обследовать молочную железу. Подобный подход пропагандируется врачами Европы, Америки и нашими ведущими специалистами в Москве и Петербурге. Он позволяет выявить проблемы молочных желез на самых ранних стадиях. С развитием новых технологий в медицинском центре Асклепи появляются новые методы ультразвуковых исследований, которые были недоступны ранее в практике. Ещё несколько лет назад определить степень фиброза печени возможно было только с помощью пункционной биопсии. Сегодня в нашем центре мы производим оценку степени фиброза печени с помощью ультразвука. Это новый, быстрый и безопасный способ определения. Наличие аппаратов экспертного класса в нашем центре позволяет оценивать сердечно-сосудистую систему. А собственная лаборатория является отдельным преимуществом медицинского центра Асклепи. Специалисты выполняют более 600 видов исследования более чем по 14 направлениям. Результаты исследований регулярно подтверждаются внешней оценкой качества. Новые технологии позволяют сократить сроки выполнения базовых анализов до одного часа благодаря режиму СИТа без потери качества. После обследования можно сразу записаться на прием к врачу. Высококвалифицированные специалисты, как широкого спектра, так и узконаправленные, назначат необходимое лечение. В медицинском центре Асклепи работает более 100 врачей по 30 врачебным специальностям, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень не только в ведущих медицинских клиниках и учебных центрах России, но и за рубежом. Поэтому каждый обратившийся к нам пациент может быть уверен, что получит не только высокий уровень сервиса, будет окружен заботой и теплом, но и компетентное решение всех своих медицинских проблем. Медицинский центр Асклепи – это высокий уровень профессионализма, современные методы исследования и качественное обслуживание. Асклепи – центр, которому каждый день сотни людей доверяют самое важное – свое здоровье. Отдых на природе таит в себе опасности, о которых нельзя забывать. Например, обитатели приморской фауны. Чем может закончиться такое знакомство – расскажем далее. Сезон прогулок на природе можно официально назвать открытым. Воздух прогрелся до комфортной температуры и жители Владивостока с радостью выезжают за город в лесистую местность. Но такие прогулки могут закончиться больничной палатой. И речь идет не только о клещах, но и о других обитателях приморских лесов. История о змеях под капотом для жителей Владивостока уже далеко не сюрприз. И в лучшем случае они просто прячутся в теплых агрегатах автомобиля. В худшем – кусают. Сегодня на территории Приморского края документально зарегистрировано 10 видов змей. Есть очень красивые, оригинальные, редкие виды, которые охранять надо. Они только обитают, допустим, на самом юге Хасанского района. Но повсеместно у нас обитают видов 5-6, может быть, змей. Из них есть ядовитые. Три вида относятся к ядовитым. Из них два – это щитоморники. И один, он на самом севере края встречается, это гадюка сахалинская. Вероятно, встречи с ней очень мала, то есть на юге ее здесь, в районе Владивостока, нет. А вот щитоморники, они почти везде есть, и с ними чаще всего и встречаются. Их укус вызывает гемолитическое действие. Иными словами, место укуса отекает и иногда синеет. Летальный исход вполне реален, но только в том случае, если ваш организм имеет непереносимость змейного яда. За последнее столетие зарегистрирован лишь один смертельный случай. В середине мая количество пострадавших официально растет. Однако чаще виной всему становится сам человек. Змей в Приморском крае больше не стало, а вот их территорию все чаще занимают любители отдохнуть на лоне природы. И змеи просто не успевают менять свои локации. По словам специалистов, расходовать свой яд впустую, чтобы напугать человека, эти присмыкающиеся не станут. Атакуют они лишь в тот момент, когда чувствуют опасность для своей жизни. А потому при соблюдении простых правил есть большой шанс не познакомиться с обитателями приморских лесов лично. Змеи не любят шума, а значит предупредить их о своем присутствии легко. Они любопытные и поэтому залезают в дровники, в сарай, в помещение, где люди есть, потому что там тепло. Они на тепло идут. В палатку могут залезть, особенно вечером, когда начинает холодать, они лезут в нагретую палатку. И поэтому прежде чем в палатку, допустим, залезть, нужно обязательно посмотреть, есть ли там змея, и постараться пошуметь, выгнать ее. Но не руками, конечно, а какой-нибудь палкой длинной постараться их отогнать. Если гуляете по лесу, то не будет лишним вооружиться палкой и именно ею прокладывать свой путь. Кроме того, не забывайте и про специальную одежду и обувь. Поэтому желательно, если уж где-то в лес или в траву какую-то полезли в кустарники, то нужно одевать обувь. Желательно ботинки с высоким или сапоги. Не ходить в босоножках или в этих шлепанцах, как некоторые туристы это делают. Затем руки ни в коем случае не совать в те места темные, допустим, развилка дерева, где-то вот кустарник, где, допустим, шиповник надо сорвать. Близко к камням, в расщелины камней. Ну, в общем, где змеи обычно прячутся. Поэтому там могут за руку укусить. Чаще всего за ногу или за руку кусает. И, конечно, ни в коем случае не брать в руки змею, потому что она, защищаясь, старается укусить человека. Если всё же не удалось избежать укуса, врачи советуют незамедлительно обратиться в больницу. Но в пути можно принять следующие меры. К месту укуса приложить что-нибудь холодное. И постарайтесь сразу выпить антигистаминные препараты. И никакой самодеятельности. Отсасывать яд или разрезать место укуса не рекомендуют. Это только усугубит ситуацию. Кроме обитателей лесов, человек, сам того не подозревая, может себе навредить. Наверняка многие в целях экономии времени покупают готовые продукты в супермаркетах. О последствиях таких приобретений расскажет врач. Сборы на пикник часто бывают незапланированными. Поэтому многие просто заезжают по дороге в ближайший супермаркет и покупают готовые салаты, чтобы не тратить время. Но поверьте, такие закуски могут сильно омрачить послевкусие загородного отдыха. Ни для кого не секрет, что условия приготовления таких салатов во многих магазинах пока еще оставляют желать лучшего. Поэтому в готовом блюде такие бактерии, как стафилококк и кишечная палочка, увы, далеко не редкость. Однако, по словам специалистов, ставить клейму опасность на все салаты будет неправильным. Можно, так скажем, сделать поблажку так называемым корейским салатам, поскольку в их состав входит уксус. Уксус – это консервант, и он предотвращает развитие патогенной микрофлоры, а значит, и профилактирует кишечные инфекции при употреблении таких салатов. Готовые блюда из супермаркета могут и соответствовать нормам безопасности, но легко испортятся за то время, пока вы доедете до места отдыха. Так, к примеру, неблагоприятная среда в майонезных салатах развивается в течение часа, если не хранить их в холодильнике. Ну а на солнце этот процесс может протекать еще быстрее. Не всякая пластиковая тара, которая используется для фасовки этих салатов, выдерживает, допустим, тоже нагревание на солнце. Допустим, тара из полистирола уже на солнце, на прямые солнечные лучи нагреют ее до 40 градусов, она уже будет выделять канцерогенные вещества. И это тоже как бы приводит к лишним, так скажем, внесению лишних ненужных компонентов к нам в организм. Если не хотите омрачить свой отдых визитом к врачу или бессонной ночью, то лучше откажитесь от покупки готовых блюд в супермаркете или замените их эквивалентом. Для чего в супермаркетах вот как раз и внедрили вот эту кулинарию, так скажем, да, для того, чтобы как можно меньше нести потери, чтобы использовать продукты питания, срок годности которых уже вот истекает. Ну а если после загородного отдыха вы чувствуете недомогание, то немедленно примите абсорбенты и при необходимости обратитесь к врачу. Некоторые иностранцы совершенно не задумываются о затратах на медицинское обслуживание, потому что им их практически полностью покрывает государство. Хотите знать, какая система здравоохранения в других странах? Тогда смотрите наш следующий материал. А вы знали, что уровень системы здравоохранения в разных странах мира очень сильно отличается? Так, некоторые государственные власти выделяют большое количество денег на оплату медицинских расходов своих граждан. К примеру, жители Швеции, несмотря на прекрасную экологию, все же обращаются к врачам. И в этом вопросе руководство этой страны берет на себя 97% всех медицинских затрат. Оставшиеся 3% оплачивают пациенты, но такая помощь распространяется далеко не на все услуги. Так, визит к стоматологу стоит немалых денег и совершенно не субсидируется чиновниками. А вот правительство Южной Кореи считает, что главной причиной многих современных заболеваний является загрязнение окружающей среды. По этой причине власти стараются постоянно выделять немаленькие суммы на борьбу с этой проблемой. Что касается медицины, то ни для кого не секрет, что она давно признана одной из лучших в мире. Чем успешно и пользуются жители Южной Кореи? В этой стране нет понятия бедный или богатый пациент. Абсолютно каждый гражданин имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. Государство покрывает часть расходов граждан. Жители Австралии оплачивают только услуги стоматологов и ортопедов. Остальные расходы полностью покрывает государство и медицинская страховка. Однако отдельно стоит отметить, что австралийцы вынуждены платить налоги за услуги скорой помощи. Итальянское правительство позаботилось не только о своих согражданах, но и о гостях и даже о тех, кто незаконно пребывает в этой европейской стране. Так, например, за оказание экстренной помощи нелегалы не платят ни единого евро. А операции абсолютно любой сложности жителям Италии делают совершенно бесплатно. Испанские больницы — это мекапрофессионалов. Здесь даже младший медицинский персонал должен иметь отменное образование и постоянно подтверждать свои знания. Кроме грамотных специалистов, государство помогает местным жителям и с лекарствами. За любой препарат, выписанный в клинике, государство Испании платит ровно половину. В свою очередь, японцы имеют двойную помощь от государства. Кроме обязательной медицинской страховки, при устройстве на работу они получают дополнительную частную страховку. А люди с низким доходом освобождены от медицинских сборов. Они лечатся за счет правительственных субсидий. Что касается нас, то системы здравоохранения России знакомы, пожалуй, каждой. За качественное обслуживание приходится платить немалые деньги. А в государственных клиниках, где, несомненно, тоже можно встретить профессионалов, зачастую приходится очень долго ждать своей очереди. Порой даже несколько недель. Но это уже совсем другая история. Правильно организуйте свой отдых, и вы, несомненно, получите максимум удовольствия и пользы. С вами была Дарья Панченко и программа «Про все». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...